Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 17-м уроке. Это курс о компоненте Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. Мы продолжаем с вами изучать данный компонент. И в этом уроке я хочу вам показать, как очень легко мы можем вставить любой модуль, любой модуль Joomla непосредственно в компонент Gridbox и вывести это на сайте. Удивительно, но даже такой известный плагин, как Ultimate Shortcode, сработал, работает на удивление. То есть я проверил, думал, не будет работать, потому что Ultimate Shortcode требует, чтобы была интеграция с тем или иным расширением. А в данном случае никаких проблем. Я создаю обычный HTML-код модуль, вставляю туда какой-то код от Ultimate Shortcode плагина. Если вы сейчас не совсем понимаете, о чём я говорю, Ultimate Shortcode это такой универсальный, очень мощный плагин, один из самых популярных, с помощью которого можно строить контент, внедрять на сайт всякие фишки, всплывающие окна и много-много чего ещё. У меня об этом есть курс. То есть я детально не буду останавливаться на этом плагине. Я просто вам покажу, как я сторонний модуль, то есть, грубо говоря, Joomla модуль, вставляю в Gridbox. Но, соответственно, в HTML-модуле вы там можете вставлять всё, что угодно. Итак, что мы делаем? Мы переходим сначала в админку Joomla. Я этот плагин сюда уже установил. Перехожу к расширению менеджер модулей. Создаю HTML-код модуль. Вот он самый первый, HTML-код. Выбираю его. Как-нибудь его называю. Заголовок скрываю. Я буду показывать на примере всплывающего окна от Ultimate Shortcode. Окно всплывает тогда, когда человек пытается покинуть страницу. То есть увозит мышку с окна браузера на вкладку, например, закрытия, и окно срабатывает. И даже в Gridbox это работает. Вот так вот всё классно. Смотрите, позицию модуля можно даже не выбирать. Здесь обязательно делаем обработка плагинами. Вот этот плагин Ultimate Shortcode. Кнопка. Но у меня код уже заготовлен. Я его просто вставлю в эту область. Просто вставляю код. То есть это код от плагина Ultimate Shortcode. Вот я вам покажу его быстренько, если вы его ещё ни разу не видели, не слышали. Вот вы уже сразу понимаете, что все эти кнопки это какая-то прикольная фишка, которая может упростить, улучшить и очень сильно помочь вашему сайту, чтобы решить вопрос с расширением функционала, каких-то возможностей и так далее. Ладно. Не будем углубляться в этот плагин. Итак, смотрите. Вот модуль перед вами. Он готов. Я нажимаю сохранить, закрыть. Не пропустите мои топовые продукты под Joomla. Мы что делаем дальше? Мы с вами просто переходим в режим редактирования нашего сайта. Я создам, наверное, новую секцию. И добавлю плагин. Мы с вами ещё это не рассматривали. Вот он у нас в самой первой списке Joomla Modules. Кликаем сюда. В всплывающем окне у нас показываются все модули, которые у нас есть. Но этот модуль у нас не показан. Давайте посмотрим, в чём дело. Это закроем. Нажмём здесь сохранить. Наверное, просто нужно эту страницу обновить. У меня все вкладки эти открыты уже заранее были. Давайте просто эту страницу редактирования обновим. То есть, если у вас такая же ситуация, вам нужно просто обновить страницу. Давайте попробуем ещё раз. И вот он в списке внизу появляется. Вы помните, я назвал этот модуль 1. Также вот здесь вот видно Custom HTML. То есть, это как раз тот самый модуль. Я кликаю, выбираю его. У нас идёт подгрузка страницы. По сути, это у нас сохранение. Здесь на сайте... Сейчас давайте обновим страницу. То есть, сейчас уже реально на сайте я смотрю. Визуально мы его тут нигде не видим. Ну, потому что это такой код. Он появляется только тогда, когда я ввожу мышь. Ну что, теперь смотрим. Вот, пожалуйста, всё сработало. Вы видите, у нас открылось окно. Именно то, которое я заранее уже подготовил в плагине Ultimate Shortcode. Ссылка рабочая. Переводит на тот сайт, который я также указал. Вот, пожалуйста, да. Вы видите, сейчас без проблем. К чему здесь я клоню? В плане всплывающих окон. Очень скоро будет обновление компонента Gridbox. И разработчик обещал, что будет новый плагин всплывающего окна. Там пока такого нет. И вот если вам горит, если вам не к спеху, у вас горит проект, нужно срочно сделать сайт, и вам нужно там какое-то функциональное всплывающее окно, можно решить это просто внедрением модуля, как сейчас вы это видели, я сделал в уроке. Вот так вот все просто. На этом урок я заканчиваю. Если вам он понравился, ставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Следите за моими новостями, подписывайтесь на канал. Обязательно, чтобы не пропустить новые интересные выпуски, завтра будет новый классный урок по Gridbox обязательно. И подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Недавно ее только открыл. Найдете там для себя много интересного. Ссылка будет в описании этого видео. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцем в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры подогнал «Симон»!